Да, ну что, привет, ребята, рад вас видеть в Москве. Посмотрели кусочек вашего чека из зала, офигенно звучало, был крутой звук. Как вам на сцене это было? Слушай, да на сцене тоже все четко, как бы, ну, нам тоже все очень нравится. Мы подошли в этот тур по-другому немножко, к вопросу звука, и поэтому вот, наверное, это повлияло на звук и на составляющую вообще в целом этого всего движа. То есть вы что-то такое сделали в самом оборудовании, что у вас, в принципе, в любом клубе более все стало гораздо лучше, чем было? Ну, в целом... Или вчера как звучало все на сночке? Да все в целом так же было, ну, как бы, просто мы отказались там от лишнего всякого оборудования из разряда кабинетов, там, у нас все теперь в рэке, купили пульт свой, ну, теперь по-другому все проще, все звучит, загнали мониторы все в уши. Такое, в общем. Более стало все такое упрощенное. Ну, да, ну это как бы great, да, следующее получилось, так или иначе. Да, ну и как вчера, кстати, Тула, как концерт, как впечатление? Слушай, по поводу оборудования, короче, следующий шаг, знаешь, какой будет, когда Олег уже будет один петь, а нас не будет. Я думаю, ты скажешь, когда у вас все будут, вся обработка будет в ноуте, типа, там, через какой-нибудь проходить кубейс и выдаваться, и на сцене ничего под ногами вообще. И автоматизация еще везде, все примочки. Ну, типа того, да. С айфонов все запускаться будет удобно, мне кажется. Как Тула? Слушай, да, Тула нормально, там публика такая, что мы офигели, отзывчивые, все прыгали, все там плясали, там, отреагировали вообще хорошо, потом мы там с ними затусили, устроили автограф, все, все было клево вообще в целом. Мы же первый раз там были у них. Там остались ночевать или сразу сюда поехали? Не, мы ночевали в Туле, там, да, приехали сюда с утра. Вот. Да, и, соответственно, завтра у вас тоже концерт, да? Да, завтра едем в Рязани, у нас вот три города, маленький блок. Ну, я видел, что многие питерские ваши фэны, ну, не вдумевают, почему. Такой есть мини-турчик, а в Питер-то я не вошел. Казалось бы, самый простой, как бы, вариант. Давайте Олег ответит. В декабре просто очень плотный месяц, и поэтому, как бы, занятость и клубов, и некоторых музыкантов, она не соотносится друг с другом, поэтому решили в Питере сделать несколько позже концерт, подойти к этому более глобально, опять же, подготовить, может быть, немножечко больше материала нового, чтобы представить уже на суть широкой общественности. Просто хочется сделать максимально, как бы, для родного города максимально душевно, максимально хорошо. Сейчас вы тренируетесь на Москве на всякое, а потом в Питере. Да, я видел у вас мерч, новый появился. Может, расскажете пару слов о нем? Там принт, какая-то надпись снизу. Ну, мы, опять же, к этому туру готовились, маленькому, как к большому. И помимо оборудования, также вот над мерчом решили задуматься о том, что отошли от обычных футболок, как бы стандартных болванок, обращились к ребятам, знакомым, а отшили в итоге полностью с нуля свой дизайн. То есть они там длиннее, чем обычно, лонги, в общем. Там другой воротник, не как обычно. Ну, в общем, подошли по другому крою, и также и по принту тоже подошли немножко по-другому. Вот поэтому такой новый получился мерч, да. А что там, там одна и та же надпись? Я видел, по-моему, два вида дизайна. Там снизу какая-то строчечка есть. Да, там две разных надписи. Там на одном... Ну, в общем, это надо смотреть, переводить. Купить мерч и на себе. Не, на самом деле надо купить мерч и посмотреть просто, да. Не буду раскрывать тайны. Там на латыни написано. Да, у вас еще был какой-то кастинг на 30 ноября. Вы искали девушку. Это было не для... Это было для фотосета мерча или что? Да. Ну, расскажи, как тебе вообще в группе? Как тебе комфортно с этими парнями или нет? Слушай, очень комфортно. Мне очень нравится. Так сложилось просто, что мне в свое время очень нравилось творчество группы Корея. И поэтому сейчас я на самом деле очень доволен тем, что я нахожусь в составе этой замечательной группы. И вот сейчас вот туровая жизнь, опять же, показывает какие-то, знаешь, черты характера, которые раньше, допустим, не раскрывались. И как-то сплочает еще больше, потому что ребята оказались безумно душевные, готовы помочь в любой момент. Поддержает там как-то. Ну, вот это чисто человеческие такие характеристики, которые не всегда бывают в хорошо звучащих группах. Здесь как-то все совпало. Что вот и ребята хорошие, и музло классное, и вообще в целом все очень душевно классно. Спасибо. А вам как, кстати, с Олегом? Слушай, ну, блин, я не знаю, как тебе ответить коротко на этот, короче, вопрос. Вы не жалеете? Нет, конечно, мы не жалеем, безусловно. Потому что Олег очень, помимо того, что он талантливый чувак, он очень профессиональный. И как бы круто, что он очень, ну, он все умеет делать, то есть вообще все. Если ему надо, он на гитаре может сыграть, на фоно может сыграть. Надо придет там на точку, откроет комп, запишет сам демку, там что-то сделает. То есть там позвонил, надо помочь, опять же Олег поможет. То есть по аппарату все понимает. Он один, блядь, вот эту сцену соберет и разберет. Причем и в физическом, и в техническом смысле, понимаешь, чем дело. Во всем шарят. Ну, то есть легко с человеком с профессиональной точки зрения работать, вообще офигенно. Ну и чувак, он тоже охуенный. Да, расскажи, что-нибудь про свои четки. Ты и в клипе в них был, да? Четки подарил буддистский монах. С Таиланда. Классное чувак, ну, успокаивает. Давно это было? По-моему, года четыре назад. Вот, успокаивают, когда нервишки шалят, берешь, перебираешь. С монахом с Таиланда. Ну все, спасибо, не буду отвлекать тогда. Ждем начала. Видео из рубрики 8 рандомных групп, скорее, чекайте в ближайшее время на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok